всем привет друзья с вами снова аквамен сегодня покажу и расскажу о двух технологиях реализации создания замечательного инструмента в фильтрующем наборе аквариумиста трубки лили пайп да что же это такое это замена привычных нам всасывающей высасывающей трубки на внешний фильтр которая позволяет расширить функционал фильтрующей системы благодаря трубкам лили пайп они кстати сказать одна трубка у нас воду подает в аквариум она сделана с расширением на конце для того чтобы у нас поток воды он затихал немножко и для того чтобы у нас по максимуму сделать течение ламинарным об этом мы уже говорили в одном из прошлых видео супер устройство на фильтр называется такая же технология там была реализована так вот одна трубка у нас воду подает она странной формы она максимально сложная по реализации практически все видео как раз таки создание вот этой вот изогнутой трубки вторая трубка у нас всасывает воду она в оригинале сделана с прорезями и она засасывает воду с нижнего до среднего слоев воды то есть равномерно всю эту воду за себя в себя забирает сразу хочу сказать из минусов вот такой вот щелевой систем это то что забивается серьезные улитками забивается и мусором разным крупнокалиберным забивается вот сейчас я вам показываю первый вариант реализации трубки лили пайп та которая подает воду в аквариум для этого я использую обычную электротехническую трубу цена которой 30 рублей за 2 метра сразу хочу сказать что я не стеклодув не трубкодув не других частей дув нет для того чтобы выдуть нормальный шар у меня ушло порядка полутора метров этой самой трубки и все вот эти попытки я вам сейчас показываю в ускоренном в урезанном варианте для того чтобы вы эти шаги могли сразу пропустить то есть я пробовал выдувать шары равномерно прогревая эту трубку фен температуры 350 градусов дует и пробовал горизонтально и вертикально естественно что один конец нам необходимо заранее заткнуть чтобы у нас воздух не выходил так свободно и легко вот здесь кстати момент момент одного из провалов у нас запечатлен тем не менее я это дело не бросал я двигался дальше я знал что рано или поздно у меня получится поэтому решил заткнуть отверстие стамеской заткнуть стамеской и также потихоньку прогревать и так лили пайп в чем заключается великолепие этой системы конечно сейчас уже существует и китайские аналоги и уже различные системы с приставкой лили которые вроде как вот из этого же направления да но все вот это вот вся вот эта система она берет начало с компанией айди и которая все это дело внедрила показала эффективность и он показала плюсы всей этой системы плюсов на самом деле очень много и они из разных областей во первых это создание равномерного ламинарного течения в аквариуме это отсутствие застойных зон да не существует даже стандарты установки этих трубок то есть желательно устанавливать эти трубки на боковой стенке то есть и всасывающая и подающая воду трубки устанавливаются рядом причем устанавливаться на боковой стенке они должны на расстоянии 1 3 от передней стенки таким образом у нас вода получается выходит из подающей трубки доходит до противоположной стенки и по задней стенке возвращается обратно во всасывающую трубку то есть у нас получается максимально огибающая все части укромные аквариум от течения вот здесь кстати у меня пузырь который опять таки не получился и так это первое преимущество я же в некоторых местах буду немножко видоизменять и технологии установки и технологии реализации для того чтобы более наглядным образом вам показать в конце еще посмотрим подкрашенную воду чтобы все красиво было чики-пуки так сказать итак первое это ламинарное течение второе это равномерное распределение газа да на противоположной стороне от этих трубок в основном ставят диффузоры которые распыляют co2 и у нас получается что поток захватывает пузырьки газа и разносит по всему аквариуму это тоже огромный плюс дальше благодаря трубкам lily pipe можно избавиться от бактериальной пленки на поверхности воды благодаря чему все дело происходит когда мы устанавливаем трубку саму которая подает воду на расстоянии 3 5 миллиметров от поверхности воды у нас образуется воронка воронка в которой все это дело мутная с поверхности воды и засасывается и последнее преимущество на мой взгляд очень важное это возможность аэрации воды то есть если трубку практически вытащить наполовину нас происходит насыщение воды воздухом которая разносится который разносится по всему аквариуму вместе с этой самой водой то есть очень очень гибкая по реализации устройства я тем временем выдал практически идеальный шар но не подумал о том что мне нужны будут еще изгибы которые у меня не получится вот на данном образце поэтому посмотрим еще немножко как я пытаюсь все это дело согнуть и у меня это не получится и так то есть или пайп это целая продуманная система трубок которых оригинал стоит больше десяти тысяч оригинал имеется ввиду эйди эй фирмы они выполняются из стекла они практически незаметны и у них огромный огромный спектр возможностей да сейчас как я уже сказал существуют китайские аналоги но ходят случаи что по структуре стекла они другие и как следствие может хромать эффективность но опять-таки на мой взгляд основное направление то есть основное назначение трубок лили пайпа это ламинарное равномерно распространяющиеся течение это раз и во вторых это все-таки воронка воронка благодаря которой можно избавиться от мусора на поверхности воды и так я тем временем уже дошел до того что понял при нагревании этой самой трубки она немножко сжимается то есть место нагрева она начинает немножко утолщаться и из-за этого можно как раз таки это место нагрева потом вдуть в это место нагрева и она преобразуется в прекрасную сферическую форму я надеваю на стамеску просто потому что у стамески имеется вот это вот длинная часть которая не дает провиснуть электротехнической трубе под действием высоких температур то есть это то что нужно то есть у меня трубка не падает в прошлых вариантах вы видели что я гнул ее она вся крючится корючится то есть мне это не понравилось и так здесь у нас получился пузырь который кстати сказать я уже начал нагревать температуры 280 градусов это оптимальная температура для того чтобы сильно быстро трубка не нагревалась и для того чтобы она хоть как-то нагревалась и так выдали шар он может быть с пузырем с дыркой это в принципе нам не особо важно если этот пузырь будет находиться на той части которую мы в дальнейшем отсечем дальше вам необходимо будет странной формы согнуть как раз таки эту самую трубку и так здесь я прорезал обычными ножницами форму которая мне нужна будет немножко поточил на наждачке края проклеил их супер клеем для того чтобы их укрепить и сейчас мне необходимо будет согнуть вот эту вот странную которая надевается на стекло конфигурацию этой трубки и насколько я помню у меня здесь ничего не получится потому что нужно было делать это сразу то есть вы выдали сферу и делайте первый изгиб первый тот самый самый плачевный самый печальный изгиб и уже в дальнейшем можно не беспокоиться о том что у вас не получится то что у вас большой вероятностью получится для того чтобы изгибать в разных местах я использую шлангу толстую шлангу благодаря которой у меня не образуется вмятин замятин на самой электротехнической трубки до внутрь вот кстати эта форма нет это все-таки образец который получился конечно конечно друзья страдает внешний вид и я так подозреваю если раздобыть где-то поликарбонатные прозрачные трубки все это дело заиграет другими совершенно красками потому что это будет более декоративный вид и я думаю что можно здесь все-таки запариться с баночкой которую надеть на выход фильтра и будет примерно тот же самый эффект но хотелось бы все-таки как-то реплику сделать пусть даже из такого дешманского из такого не самого декоративного материала я так подозреваю у меня это получилось конкретно вот этот образец он меня не устроил потому что не совсем он ровный получился но как вариант технологии имеет место быть особенно если он где-то будет сокрыт опять-таки из-за того что он не самым декоративным образом выглядит я принял решение сделать еще один из уже более доступных более стопудовых материалов для этого мне понадобилась перегоревшая гауссовская лампочка которую я взял и располовинил да нынче гауссы горят поэтому кроме как вот использовать на лили пайп у меня пока идеи особо-то и нету итак я ее располовинил дальше отрезал необходимую часть в дальнейшем я вам покажу беру обычную гофрошлангу для проводки на 16 миллиметров насколько я помню и туда вставляю кусок пластика такой странной формы для того чтобы у меня шланга держала эту самую конфигурацию можно здесь воспользоваться какой-то проволокой либо гибкой трубой для того чтобы у нас опять-таки форма держалась но у меня к сожалению не было такой трубки такой проволоки поэтому пластик тоже отлично подойдет можно любой формы здесь выгнуть но следует помнить что чем меньше радиус тем сложнее просунуть засунуть эту самую трубку я тем временем отрезал обратите внимание вот этот колпачок от лампы спилил у него носика сейчас буду приклеивать все это дело на обычный самый дихлор этан все это прекрасным образом склеится схватиться в чем преимущество использования вот этой самой гофротрубки в дальнейшем я покажу что можно не затрагивая вообще сам фильтр двигать регулировать высоту расположения этой самой трубки потому что она гнется здесь я показываю что две трубки использую но на самом деле вторая которая должна быть всасывающая из гофрошланги она не работает почему-то у меня не получилось ее включить в работу не хочет воздух через нее всасываться несмотря на то что система внешнего фильтра она полностью герметична я не знаю с чем это связано я в общем-то для большей наглядности еще сделал из той же самой серой электротехнической трубки всасывающие отверстия всасывающую трубку и на ней вам покажу без прорези безо всего чтобы нам было более наглядно все это дело видно обратите внимание у меня получилось довольно такие симпатичная на вид система эти трубки бывают разных цветов по крайней мере черная белая и оранжевая точно встречаются и устанавливается все это дело на внешний фильтр который мы делали тоже на канале совершенно недавно включаем видим что все работает видим что у нас пошел оттуда и воздух из-за того что слишком поднята трубка сейчас я вам стрелочками нарисую как происходит течение воды в дальнейшем мы еще подкрасим воду посмотрим как по факту будет здесь дело происходить опять-таки я здесь не устанавливал эти трубки на одну треть ширины боковой стенки только лишь для того чтобы более декоративным образом все дело выглядело более наглядным образом все это дело выглядело сейчас покажу вам немножко спустя времени эту самую знаменитую воронку благодаря которой и и включая благодаря которую прославилась это тоже системой которая является критерием работоспособности этой самой системы лилипает и так здесь я сейчас покажу вам момент что можно эту самую трубку подающую воду и надежды на чистую воду в аквариуме можно регулировать по высоте и делать это очень легко и просто то есть легким движением руки мы просто выбираем высоту на которой необходимо установить эту самую замечательную трубку да кстати сказать здесь можно сделать и режим аэрации режим удаления пленки и режим ламинарного незаметного течения и все это используя одну лишь трубку и магию рук никакого в принципе другого здесь волшебства не нужно вот она та самая воронка в которую должен засасываться мусор весь с поверхности ну по крайней мере движения воды у нас точно происходит и давайте сюда подадим немного цвета для того чтобы посмотреть как вся вода движется но на этом все обязательно пишите в комментариях если это видео было для вас полезным с вами был аквамэн увидимся очень скоро в новых видео всем пока пока друзья а Субтитры создавал DimaTorzok